Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Техника Здоровья, программа, которая помогает нам с вами оставаться красивыми, здоровыми, а значит и счастливыми. И в эфире ее ведущие Ольга Лебедь. И Валерий Воробьев. Здравствуйте! Ольга, скажите, пожалуйста, чем мы сегодня будем радовать наших телезрителей? Я смотрю, у нас приспособление для размалывания зерен. Так ли это? Сегодня я вам расскажу про зернодавилки, как делать хлопья в домашних условиях и про такие особые мельнички для масляничных культур. Давайте сразу определимся с тем, почему лучше делать хлопья самим, а, например, не покупать в магазинах. Тот же геркулес, еще какие-то хлопья. Чтобы сохранялся товарный вид, внешний, красивый, хлопья, которые делаются на производстве, они проходят термообработку. Под высоким давлением термически уже обрабатываются, чтобы они сохраняли форму. Потому что мы сейчас начнем, когда хлопья делать, увидеть, что они получаются очень хрупкими, то есть они рассыпаются. Ну, обработка влагой, она так немного пластифицирует, да, хлопья в промышленном условии? Да, получается, она сохраняет такой товарный внешний вид. И только ради этого теряются тоже часть полезных веществ, свойств. Чем больше срок между изготовлением до потребителя проходит, тем, естественно, меньше там остается полезных веществ. Начнем с того, что все представленные приборы в основном производители – это немцы и австрийцы. Безусловно, известные своим качеством и такой тщательностью изготовления. Натуральное дерево, обработано оно обязательно каким-то органическим маслом, чтобы сохранять внешний вид, ну, как уход за деревом. Приборы достаточно простые, там просто стальные валы, которые механически приводятся в действие. Что на них можно делать? Прежде всего, это крупу. То есть мы возьмем просто зерно, например, пшеницу и рожь, и сделаем крупу. Поможете мне? Конечно. Мы насыпаем. Можно сразу крутить. Такой микрофитнес. И обратите внимание, что вот этими винтами можно регулировать степень помола. Да, степень помола. Не сказать, что мы мерим, она дробит зерно. Добавляем еще рожь. И вот эту смесь уже можно сварить просто на воде. Очень вкусная получится только из-за того, что здесь хорошее зерно, и это свежий помол. Для меня, например, самой было это большим открытием, когда я попробовала такую свежую кашу, и она казалась просто нереально вкусная. Вот именно и только из-за свежего помола. В чем хороши мельницы? То есть само зерно, оно хранится бесконечно долго. До сих пор еще находят там в старых раскопках старые залежи зерна, и говорят, что, в принципе, даже вот это можно есть. А все, что уже с помолом, мука идет, либо крупа, она теряет очень быстро свои свойства. Так же, как кофе. То есть просто кофе у нас считается в культуре вроде бы, это хорошо свежего помола. А вот такой культуры, что касается муки, ее, ну, как бы она так не распространена еще. Но гурманы все говорят, что есть очень тонкий аромат. Свежесмолотой муки и зерна. И это вкус, вот эти все эфирные масла, которые содержатся, то есть они все сохраняются. То есть в идеале дома иметь мельничку и молоть тогда, когда надо. По факту вам что-то надо сготовить. Быстренько смололи себе маленькую порцию на блинчики, либо там на хлеб. И у вас всегда все это свежее, вкусное и совершенно другого качества. Что еще можно делать? Конечно, хлопи, прежде всего, такие знаменитые, наш любимый геркулес своими руками. Так, вот мы берем овес, который предоставила нам компания Экотопия. Да, и сейчас сделаем хлопья. Насыпаем глазерный овес. Важно, что глазерный очищенный уже. А какой еще есть овес? А есть неочищенный, который мы используем для заваривания, когда овес еще в оболочке. Так, я вращаю. А, вот они и хлопья. Хлопья, да. Вы можете регулировать, опять же, помолк. Можно сделать еще поменьше, чуть-чуть, но это будет просто потруднее. То есть мы просто поджимаем. Есть сильный помощник. О, да. И получается у нас хлопушки. Кстати, эти хлопья можно перевернуть еще раз, и тогда они будут такие более присплюснутые и красивые. Налоли себе на порцию каши. Смотрите, как оно все уже. Можно еще раз это все дело запустить. И посмотреть, как получается. Соответственно, чем больше мы мелем, тем меньше варить, правильно? Варить вообще, в принципе, можно не варить. Можно просто сразу залить это кокосовым молоком, как вариант. Либо... А можно замочить на ночь. Так, видно, даже хрупкая, прекрасная женщина может справиться с этой работой. Так, и теперь мы его же берем. И второй раз засыпаем, да? Да, и попробуем второй раз. Да, да. Так, и вот, как вы можете видеть, у нас получаются такие плоские совсем хлопушки. Угу. Вот. И вот, если крупнее посмотреть, то здесь вот будет видно, да, первый, по-моему, да, и двойной, по-моему. Совсем такой. То есть и вкус будет тоже, соответственно, разный. Кстати, хлопья можно делать и из пшеницы, и из гречки. Но только предварительно надо это немножко зерно замочить. То есть влаги добавить. Если мы чуть-чуть замочим, потом немножко просушим, чтобы оно не мокрое было, а вот как бы в нем чуть-чуть влага осталось. Немножко заранее это надо делать. Для того, чтобы не разговаривать. И вот сюда еще гречневые хлопья, например, да. И потом можно смело уже добавлять и в йогурт, и есть. Да, 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 да. С медом тоже прекрасно. Вот. Можно обратить внимание, например, если мы возьмем вот этот хлопушек, то он очень рассыпается. Вот как раз про что я говорила. То есть он, если его так потрясти немножко в коробке, то есть перевозку он сильно не выдержит. А когда вот это все свежее, вы сделали себе ребенку. И ребенку будет очень интересно самому сделать завтрак. Это тоже такое отдельное удовольствие. На всю семью сделать завтрак, кинуть туда каких-то какого-нибудь изюма, ягодок, сухофруктов, там, например, с тем же йогуртом. И заодно в игру это превратить. Мы поиграем в мельника. Да, да. Что-то такое. Слава богу, сейчас идет такая тенденция. Продвинутые школы и детские сады частные закупают вот такие вещи, где обучают детей и показывают им, как это все работает, откуда берется мука. Следующая такая опция – это мельницы для масляничных культур. Вот такие две стальные мельнички здесь представлены. Здесь особо, так немножко по-особому сделан внутри шнек, конструкцию, что она именно чуть-чуть перетирает зерно, вернее, даже разрушает оболочку. Для чего это сделано? Например, все мы знаем о пользе кунжута, мака. Но когда мы кушаем просто так, то мы разжевываем очень маленький процент. Я не знаю, 5-10, если получится разжевать, это просто супер. А по делу они так и проходят у нас насквозь, и в неизменном виде выходят. И получается, может быть, да, какой-то эффект и есть от них, но совсем маленький, скорее, больше даже такой, как клетчатки очищающий. А нам нужно достать с них все наши микроэлементы. И когда мы вот бережно нарушаем эту оболочку, там максимально все высвобождается. Что мы будем молотить сейчас на вот этой мельничке? Мы попробуем сделать, например, кунжутную пасту. Кстати говоря, напоминаю, что кунжут нам предоставила компания «Экотопия», производитель поставщик натуральных, экологически чистых, очень качественных продуктов. Так, прошу, почетная ручка. Спасибо, очень рад этой обязанности. Так, вот я кручу ручку этой чудо-машины, и мы видим, как отсюда начинает появляться кунжутная паста. Да, это не урбечь, надо сказать. Это действительно просто получается некая паста, вот как кашица, которая чисто размалывает бережно вот эту цельную оболочку, высвобождая все такое ценное. И так как маслянистая основа, у нас поэтому все стальное, потому что дерево бы, конечно, не... Оно бы впитывало, да, всегда? Да, да, тут сталь. Вот, в принципе, если сюда добавить оливковое масло, у нас и получится такая знаменитая тхина. Соус для фалафеля. Ну, не совсем соус, это немножко такой ингредиент, который потом можно добавлять при изготовлении, когда вы делаете сами хумус. То есть это один из компонентов. Но опять же, все свое, натуральное, быстро, дешево. И прекрасно пахнет. Вот действительно жевать кунжут – это проблематично. Свежий, прям, да, свежий такой масляничный запах кунжута. Можно сделать следующее, например, льняную пасту. У нас есть белый лен, есть темный лен. Они немножко отличаются по составу. Можно начинать, да. Белый лен считается более кондитерский, у него более такой мягкий вкус. А темный – более лечебный. То есть если вы хотите напитать свой организм как раз вот омегой-3, такой чистой, то вот лен, печень он очень хорошо чистит. Вообще очень благоприятен для всего желудочка и кишечного тракта. Вот, вы видите, появляется теперь неминная паста. Полезная, вкусная. Можно делать и немную кашку, смешивать это с ягодами, настаивать. Ну, сколько? Ну, минут 10, наверное. Можно настоять лен тогда. Он прямо разойдется и будет очень вкусно и полезно. Да. Можно лен замочить. То есть это разные такие варианты, кому как. И либо просто в чистом виде как-то запивать водичкой, там две чайные ложечки, либо добавлять в еду незаметно детишкам, например, как вариант. То есть тут применение... А детишки обычно лен не очень любят? А вы понюхайте. Понимаете, тут вот... Он горьковатый такой. Все дело в свежести. Горький лен становится только когда он лежит. Он достаточно просто быстро пропадает, да. А льняное свежее масло, которое мы будем делать в следующей передаче, вот, оно всегда сладкое. И это очень всегда удивляет людей, что, оказывается, это вкусно. Это вкусно и очень ароматно. Следующий у нас... Посмотрим, как выглядит темный лен. Ну, пробуйте, друзья. Берите светлый, берите темный. Налейте его на такой прекрасной мельничке. Не совсем такая вроде бы... Ну, как бы и масса жирная. Все-таки она достаточно рассыпчатая. Ну, то есть, да. В чем плюс перед мукой? В том, что здесь и клетчатка содержится в достаточно таком... Вот эти вот крупные кусочки, которые как раз помогают пищеварению. И при этом полезные вещества, они действительно высвобождаются. Поэтому продукт очень ценный. Мы берем мак. Мак следующий. Скажите, вот какую пользу несет мак? Мак, мак, мак. Нормализует сон, кстати. Полезен очень тоже для пищеварения. Содержит и калий, и железо, и медь, и кальций. Тот же магний. То есть, в принципе, ее обладает очень высокой питательной ценностью. То есть, немножко, если добавлять, прям вот все идет сразу в энергии. Ну да, он достаточно калорийный. И при этом мак очень сложно разжевать. Вот я тоже люблю мак. Даже покупают целые упаковки кондитерские. И посыпаем, бывает, салаты. И вот чувствую, как вот эти вот кусочки, они как бы остаются в неизменном виде. А здесь мы его размалываем. А здесь мы это победили. Да, да. И все полезные вещества, они попадают... Прямиком к нам. Точно, точно. Так, вот у нас малый мак. Это тоже можно использовать также в кондитерских изделиях. Когда вот в таком виде уже мак, то есть, это уже удобнее. Мак готов. Можно я свое обоняние... Да, отлично. Да, свежий очень вкус. Прямо действительно какой-то свежести. Так. А еще можно сделать из какао-бобов. Самое настоящее какао. Да, это самое настоящее какао. Конечно, это все для домашнего использования. Все, что мы говорим, это домашнее использование. Потому что, ну, маленькие объемы. Немножко себе сделали свежего. Мельнички стальные, чугунные служат. Ну, сколько служат? Ну, наверное, нас переживут точно. Ничего им не будет. Кстати, к вопросу о стоимости. Какова цена вот этой мельнички, этой, этой? В среднем где-то они начинаются, наверное, тысяч от 14. 14, 19. Вот эти стальные, по-моему, где-то 3 900. Так, ну, вот как-то так она получилась. Да, ну, смысл понятен, что вот такие мельнички делают такую незаменимую вещь. Ольга, как много всего мы сделали, так таким же способом, насколько я понимаю, можно делать и в урбеч. Урбеч делается немножко на других аппаратах. Они так и называются, меланжеры либо урбечницы. Смысл у них такой же, как, например, у мельниц. Только у мельницы каменные жернова ходят параллельно друг к другу. А урбечницы, когда два жернова ходят перпендикулярно друг к другу. Там просто сильнее давление. Масса такая, получается, прям маслянистая совсем, как паста. Я недавно была в Экотопии и увидела вот такую новинку. Семена конопли очищенные. Для меня это... Я взяла попробовать этот продукт и была очень приятно удивлена. Кстати, да, я тоже часто бываю в Экотопии, ведь именно там подаются полезные, натуральные, вкусные и экологически чистые продукты. Вот из этих семечек конопли попробуем тоже сделать пасту. Так, мы засыпаем их в ту же мельничку, правильно? Все верно. Все верно. Чем полезны семена конопли? Ведь недаром в Древней Руси из них варили кашу, их ели вот в таком вот виде, тоже в сыром. Сейчас, к сожалению, утеряна вот эта вот традиция. Есть, конечно, дурная немножко слава конопли, но на деле это богатейший источник белка, растительного, жирных кислот, куча микроэлементов. Поэтому игнорировать этот ценный продукт, ну, не знаю, это прям кощунство, я считаю. Ну, просто интересно пробовать вкусы разные и разнообразить максимально свой рацион. Это точно. Особенно на завтрак вкусно и полезно будет это на завтрак. На завтрак, да, белок с жиром – это самое вообще, самый лучший завтрак, поверьте. Он зарядит вас энергией, очень хорошо все это переварится за целый день. Потому что вот эти вещи включать именно к завтраку, поверьте, ваша жизнь изменится к лучшему. Дорогие друзья, итак, сегодня мы в очередной раз узнали много всего полезного и интересного. Узнали, как делать вот такие вот прекрасные хлопья из овса и других зерновых культур в домашних условиях. Да, свежайшие. Узнали, как делать полезнейшие пасты из масляничных культур и разнообразить свой рацион. Ольга, спасибо вам большое за то, что пригласили нас. Дорогие друзья, сегодня с вами были ведущие Ольга Лебедь и Валерий Воробьев. Всего вам доброго. Счастья. Долголетия. Дорогие друзья.